С сегодняшнего дня в Иркутской области вступают в силу новые правила содержания домашних животных. Закон предусматривает обязательную регистрацию собак, начиная с трехмесячного возраста, причем независимо от породы. С 1 сентября этого года прочипировать своего питомца можно будет в государственных ветеринарных станциях. Какова цель подобной инициативы узнавали мои коллеги. Этот трехлетний хаски по кличке Бэтмен – настоящий непоседа. Как отмечает его хозяйка Татьяна Коваль, он весьма активный и практически постоянно находится в движении. Даже после длительных прогулок он может без усталости носиться по дому. По словам Татьяны Григорьевны, однажды ее пушистый друг даже сорвался с поводка и убежал. Несколько часов разлуки с любимцем превратились в настоящий стресс. Сообщение о пропавших собаках можно увидеть на столбах любого города и в соцсетях. Порой животных крадут, еще чаще они сбегают с дачных участков, либо теряются в городских условиях. Как отмечают ветеринары, самый верный и действенный способ на сегодняшний день – это чипирование. Под холку питомца с помощью шприца вживляют небольшое устройство, на котором записан индивидуальный код. Просканировав микрочип, в специальной базе данных можно найти всю информацию о животном и в том числе контактные данные его хозяина. В Иркутской области с 1 сентября для владельцев собак данная процедура станет обязательной. Начнем с того, что регистрация обязательна для всех. И все домашние животные должны повсеместно быть зарегистрированы. Питомцев будут регистрировать в государственных ветстанциях, начиная с трехмесячного возраста. Причем независимо от породы. Специалисты создадут базу данных, которая поможет в поиске пропавших четвероногих. Кроме того, наличие специального чипа у животного даст возможность индифицировать его при отлове бродячих стай. Если собака попадает в отлов по муниципальному контракту, владелец будет нести ответственность в денежном отношении. Он будет подрядной организацией уже восполнять те потери, которые она понесла. То есть за выполнение услуг. И это стимулирует собственников для того, чтобы была какая-то ответственность у них за выгул своих собак. Все-таки собака должна находиться на поводке, в поле зрения хозяина. Как отмечают специалисты, подобные меры также позволят регулировать численность потомства у собак. Государственные ветстанции будут проводить стерилизацию животных на бесплатной основе. Наталья Хмелева, Оксана Крикунова, Дмитрий Новопашин. Местное время.